Эти добрые люди Мир хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтобы не связали рук, да и солдаты, чтобы не сделались бабами. Это изречение принадлежит Петру Великому. 19 августа 1700 года 35 тысяч петровских солдат при поддержке 145 орудий осадили Нарву. Русский царь бросил вызов, пожалуй, самому воинственному европейскому монарху, шведскому королю Карлу XII. Время Петра. Северная война. У нас в гостях историки Александр Каменский и Игорь Курукин. Здравствуйте. Игорь Курукин. Выпускник Московского историко-архивного института. Преподавал в Высшей школе экономики и институте молодежи. Профессор Российского государственного гуманитарного университета. Доктор исторических наук. Автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт. Доктор исторических наук. Профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под Сенью Екатерины». Вообще есть такая общепринятая версия, что ли, того, почему Пётр начал эту войну. И эта версия в значительной степени сформирована, хотя в целом она была сформирована позже, конечно, уже была сформирована историками, но в основе её лежало то, что самим Петром и правительством Петра, так сказать, объявлялось в качестве официальных мотивов, официальных причин начала Северной войны. Но и совершенно не отрицая значимость всех этих факторов, обычно говорят о желании Петра прорубить окно, о необходимости выхода на берега Балтики, о желании Петра превратить Россию в морскую державу, о том, что выход на берега Балтики был совершенно необходим с экономической точки зрения. И плюс к этому Пётр провозглашал, что это война за отчины и дедины, как он писал, то есть война за некие территории, которые вроде бы раньше были русскими, а теперь оказались под властью шведов. То есть это был такой вот мотив справедливой войны. Но я бы не стал при этом исключать и такого, ну, я бы сказал, личного фактора. По моим ощущениям, вообще Петру очень хотелось воевать. Ведь всё-таки кровь надо было проливать, грех брать на душу тоже ведь непросто. Ну, в 18 веке... Это работа. Это работа, да. Это работа. И в 18 веке к войне вообще относились всё-таки, особенно в начале 18 века. В самом начале, собственно говоря, война начинается в 1700 году, это последний год 17-го ещё даже века. Так вот, отношение, конечно, было совсем другим. Война была частью жизни, частью политики, абсолютно, так сказать, обязательным элементом на воинских успехах строилась, так сказать, и слава государства, и слава государя. И личная карьера. И личная карьера. Обычных, совершенно рядовых дворец. Да, и обогащение личное и так далее. То есть это, так сказать, воспринималось совсем не так, как мы сегодня это воспринимаем. И вот мне вообще кажется, что у Петра очень чесались руки, ему ужасно хотелось повоевать. Вот ему очень понравилось ходить к Азову, одержать победу, праздновать эту победу, так как она праздновалась с триумфальными арками, там, парадами и так далее. Ему всё это очень нравилось. И вот очень хотелось повоевать. Во время Великого посольства выяснилось, что с Турцией воевать не получается, но зато выяснилось, что вот можно повоевать со шведами. И, собственно говоря, начало войны и поражение под Нарвой указывает, с моей точки зрения, что Петром была проявлена некоторая, я бы сказал, легкомысленность в этом смысле, потому что всё-таки, так сказать, недостаточно. Противник был недооценён в сущности. И, видимо, Петру казалось, что вот всё будет так же, как во время Азовского похода, и, так сказать, достаточно успешно всё будет развиваться. Есть книжки, есть фильмы, есть картинки, да, вот это вот, так сказать, образы, да. А с другой стороны ведь как раз вот, собственно, и Нарва, и Полтава, и все эти события, они всегда хорошо изучались, вот прямо скажем, да. То есть тут нельзя сказать, что, знаете, вот есть вот какая-то там официальная история, да, написана, а есть вот какая-то истина, которая там где-то скрыта, да. Никто ничего не скрывал. И на самом деле ещё, допустим, вот когда праздновался юбилей Полтавы там в начале 20-го века, ну, масса вещей была опубликована уже давным-давно тогда, да, потом публиковалась совета, и здесь никто, собственно, ничего особенного не скрывал. Вот нет какой-то другой истории, там, потаенной какой-то, вот, которую надо скрывать было. Конъюнктурной. Да, вот в этом смысле здесь особого нет. Ну, есть, конечно, дискуссионные вопросы, мы сегодня наверняка их затронем, да, но каких-то вот особых таких вот вещей, которые бы скрывались, нет. Мы знаем, что, скажем, в нашей отечественной историографии закрепилось, так сказать, представление о том, что вот поражение под Нарвой было результатом того, что русская армия была не готова, что, вот, дескать, вот не было регулярной армии, что, так сказать, один момент. Второй момент, что вот Пётр буквально накануне битвы взял, так сказать, иностранцев и поставил их во главе армии, а они тут же предали, тут же, значит, сдались в плен и так далее. Вот, то есть тут масса вот таких, я бы сказал, объяснений, да, и при этом говорится и о том, что вот о шведской армии, она была мощная армия, это вот чуть ли была не лучшая армия в Европе того времени и так далее. Но на самом деле тут могут быть вот определенные мне представляются коррективы, в частности, можно вспомнить о том, что шведская армия действительно была, конечно, и это была обученная хорошо, и хорошо вооруженная армия, только одно вот обстоятельство, что эта армия примерно лет 40 не воевала. До этого примерно 40 лет Швеция жила в мире, и шведская армия не воевала. То есть если мы с вами... Что такое 40 лет? За это время, как мы с вами понимаем, состав, персональный состав, армия, он дважды, по крайней мере, сменился. То есть вот эти солдаты, каролинги, как их называли, которые пришли под Нарву с Карлом XII, они были, ну, что называется, не обстрелянные. Они были хорошо обученные, безусловно, безусловно. Но вот, собственно, военного опыта-то у них не было. Армия действительно была своеобразная. Она не была похожа на многие другие европейские образцы. И все-таки для Европы типично это наемная армия. Когда есть очень небольшой кадровый состав, ну, вот тип сам мушкетеров знаменитых, да? И когда начинается война, и полковники, и капитаны получают соответствующие указания. Деньги вербуют солдат, ну, как это показано в французских фильмах, да? После чего эта армия выступает, да? И уже дерется по мере возможностей. Шведская армия была построена, ее выстроили как раз вот в тот, кстати, достаточно мирный период, о котором говорит Александр Борисович. Была выстроена очень любопытная система. То есть это было, называлось Индельта, когда шведские солдаты, это, собственно говоря, простые мужики, молодые парни, которым государство и соседи выделяли землю, дом, инвентарь, мундир, оружие. А вот человек оставался солдатом, то есть становился солдатом, ну, так сказать, пока мирно он может пахать землю. Только не в мундире. В мундире пахать землю категорически воспрещал, чтобы не испортить. Каждая провинция выставляет полк. Значит, в полку земляки. Есть стимулы в этой системе. Если вы выставляете не пехотинца, а кавалериста, освобождайтесь от налогов. Вот вы те соседи, которые должны его снаряжать. То есть лошади с полным мундированием, да. А за оружие тоже платили сами? Нет, государству. Государству, государству. Значит, таким образом армия получается национальная. В полку служат, опять же, земляки. То есть это придаёт вот такую достаточно серьёзную сплочённость и устойчивость этим частям. Плюс хорошая идеологическая подготовка. Там такие капелланы, которые объясняют солдатам, что в атаку надо идти в полдорост смело, без воли Бога, естественно. И один волос с вашей головы не упадёт. Вперёд с Богом. Вот. И вот эта вот команда идёт в атаку вместе. В общем, шведские солдаты были обучены не совсем обычно. Я не очень, честно говоря, себя представляю, но это было именно так. То есть солдат, идущий в атаку, должен был стрелять не ранее, чем он увидит белки глаз противника. То есть подойти в упор, по сути дела. Выдержав при этом огонь противника, который по тебе стреляет. После чего ты стреляешь. Значит, солдаты сдваивают ряды, делают залпы, идут в штыковую атаку. В штыковую атаку шведские пехотинцы ходили так. Ружьё со штыком в одной руке, положь в другой. Как это делается, я не очень себя понимаю. Потому что если кто-то держал в руках ружьё XVIII века или палаш, это вещи довольно тяжёлые. Владеть ими надо было уметь. Вот я держал в руках, допустим, например, палаш Драбантов Карл XII. Должен сказать, я бы не понял, как им свободно работать в бою. Он достаточно тяжёлый. Но они это умели. Дальше следует сокрушительная атака, противник бежит. Вот, собственно, так шведы воевали. Против саксонцев, датчан, поляков и так далее. Когда мы говорим «Швеция», мы же всё-таки должны иметь в виду, что Швеция, начало XVIII века – это не нынешняя маленькая такая уютная европейская страна, комфортная, а это, в общем, такая великая держава регионального масштаба. Это нынешняя Швеция, это Финляндия, это Прибалтика, в смысле Латвия и Эстония современная, да? И это часть Северной Германии. То есть устья германских рек шведские в начале XVIII века. Там шведские крепости, шведские территории. И вот эта территория, сама Швеция меньше двух миллионов в начале XVIII века. В России для сравнения, вот Александр Борисович соврать не даст, порядка миллионов 12, наверное, в начале XVIII века. Ну, что-то побольше. Ну, не буду спорить. Но, значит, с этими территориями заморскими и с Финляндией это примерно 3 миллиона. Ну, примерно так, порядок, я точные цифры не помню. Но эти сравнительно небольшое народоселение при таком раскладе могло выставить порядка 100 тысяч человек. Большая часть армии, пехота в основном, вот та, о которой я сказал, кавалерия и полки, действующие в провинциях, наёмные. Там служат немцы, которые потом будут радостно переходить, собственно, от службы к Петру I. Это будут не столько коренные шведы из шведской армии, сколько немцы, которым, собственно, было всё равно где служить. Да, и вот это вот, так сказать, слабое звено в шведской армии, как потом вот на протяжении лет Северной войны это выяснялось. И это не только немцы, но вот таким слабым звеном были и финны, которые тоже не очень хотели воевать. И это было связано ещё и с тем, что Швеция, которая формально не имела статуса империи, но, по сути дела, была таковой. Она претендовала, да, на роль империи. Она, так сказать, Стокгольм по отношению к Финляндии, вот, вёл себя примерно так, как обычно, так сказать, в империи центр ведёт себя по отношению к колонии. И это сказывалось в течение Северной войны и, так сказать, в экономическом отношении. То есть, на Финляндию, и по этому поводу есть специальные, вот, относительно недавно, кстати сказать, появившиеся работы финских историков о Финляндии в годы Северной войны, которых показано, что вот на Финляндию легло особенно тяжёлое бремя экономическое. И, ну, тут трудно говорить, оно, может быть, так сказать, и в центре, и в Швеции, и в самой Швеции было тоже нелёгким, да, но финны, которые вот не воспринимали, как обычно это бывает, очень часто бывает, так сказать, население колонии, оно не воспринимает, там, войну, как вот, так сказать, своё дело, родное дело, да. И финны тоже не очень хотели воевать, и, так сказать, в общем, это была такая вот, в некотором смысле, пятая колония. Помимо этой армии, значительной, хорошо обученной, хорошо вооружённой, это ещё, если я не вру, значит, 38 линейных кораблей и 8 фрегатов. Это шведский флор, который господствует на Балтике. То есть Россия такой армией обладать будет ещё очень нескоро. Вот если мы к вопросу о Нарве, да, то есть потом будет, но к тому моменту ничего подобного не было. А почему же Пётр решил всё-таки выступить? Ведь все факторы были против, что, собственно, и подтвердилось в первом сражении. Ну, ведь никогда так не бывает в политике, чтобы всё складывалось абсолютно за. Против всегда бывает. Есть всегда плюсы, есть всегда минусы. И зато просто невозможно. Другое дело, что ведь тут к вопросу. Мы знаем, чем война закончилась. Но ведь она же могла закончиться совершенно иначе. Ведь Пётр в ходе войны после Нарва, да вплоть до Полтавы, не раз сделал предложение Кэрла XII. Он был готов пойти на мир, отдать всё, что было завоёвано. За исключением Устиневы и Петербурга. Он готов был отдать Псков. Даже так? Если, если. То есть это уже как крайний вариант. Но сохранить Петербург и Устиневы. Мир мог быть заключён где-нибудь вполне в 1707-1708 году. Да, вот, собственно говоря, Петербург и Устиневы стали таким камнем преткновения. И упрямство, так сказать, одного и упрямство другого, одного, который вот свой любимый парадист не хотел отдать, а другого, который не хотел этим Устиневы поступиться, оно и, собственно, привело к тому, что война длилась 21 год, и всё никак не заканчивалось. Весьма символично. Один в Петербурге держит руку так, а второй в Стокгольме пальчиком указывает на юго-восток. Да, с одной поправкой, что Карл уже никогда не вернётся в Стокгольм. Но вот это да, вот так это произошло. Игорь Владимирович абсолютно прав, что мир мог быть заключён. И, на самом деле, с очень большими потерями для России. С очень большими потерями. Пётр действительно готов был всё отдать. Он в какой-то момент был даже такой забавный эпизод, когда герцога Мальборо призвали на помощь в качестве посредника между Россией и Швецией. И обещали, что вот если герцог Мальборо добьётся заключения мира, то ему потом пожизненно будут отдавать доходы со всего Псковского уезда. Там на выбор ему предложили доходы с княжества Киевского, какого-то ещё и Сибирского. Вот стать герцогом Сибирским Мальборо не захотел. То есть его потомок Черчилль был бы сильно удивлен в таком устоятельстве. Но вот что касается того, всё-таки, почему Пётр пошёл на это, и мне всё-таки думается, что здесь была некая такая легкомысленность. Ну, ещё Карл, его же шведы за это и не любят, что он вверх в страну в эту войну и проиграл, хотя можно было решить всё по-другому. Ну, так опять, это просто мы знаем, чем всё закончилось. Смогло ведь иначе закончиться. И Карл бы был, так сказать, великим шведским королём, который вот одержал такие-то знатные победы. История же не запрограммирована абсолютно. Ситуацию могла бы тянуть. Причём вот в пользу, так сказать, легкомысленности Петра ведь говорит ещё и то, что к тому моменту, когда он двинул войска под Нарву, к этому времени уже фактически Дания выбыла из войны, вот один из союзников был разбит. И, так сказать, вот становилось ясно, что, в общем-то, в одиночку нужно предвоевать. Карл XII, собственно говоря, вот после того, как он разгромил сначала датчан, затем русских под Нарвой, вот тогда он приобретает, собственно говоря, славу полководческую свою, которая расходится по Европе. Вот тогда возникает такой миф о непобедимой шведской армии, о великом полководце Карла XII, когда Пётр вступает в войну. Этого ещё, в общем, ничего нет. Карл XII, он же юный совсем. Он же молодой парень, который… Ну, про него было известно, что он такой немножко диковатый, очень любит охотиться, много времени проводит на охоте, в каких-то пирушках, так сказать, и так далее. И, так сказать, в общем, наверное, его тоже не так особенно-то всерьёз ещё не воспринимали. Это было чуть-чуть за 18 лет во время сражения под Нарвой. Да, да, да. Он ещё никак себя не проявил. Как Европа относилась к событиям вот на таком отдалённом севере, имеется в виду, по отношению к Парижу там или Риму? Там шла большая такая европейская война за испанское наследство, которая, естественно, для большинства крупных государств Европы была куда принципиальнее, чем эти вот самые разборки на севере, там где-то далёком. И, естественно, здесь ситуация была только в том, что когда Карл XII после Нарвы, после того, как в серии сражений он разгромил августа 2-го Саксонска, вот эта армия оказалась в Германии, вот тогда на это стали обращать внимание, потому что вопрос стал, на чью сторону станет Швеция. Тут может измениться баланс сил. Вот тогда это стало занимать. Ну, когда вот тот же, кстати, герцог Мальборо, оказавший ставки Карла XII, выяснил, что тот собирается вовсе даже на Россию, ну, и замечательно. Так это и хорошо. Да, что вот этот раздражитель опасный, который оказался в центре Европы и может изменить этот расклад, он уйдёт вот туда. Ну, и хорошо. И замечательно. Да, и, ну, естественно, что... Потом, после Полтавы, ситуация имеется принципиально. Вот, когда Россия станет игроком. Ну, да. А пока её просто никто не воспринимает как игрока, как партнёра, да? То есть это вот там, где-то там, с медведевым какой-то... Есть такой плотник-царь, да, вот который там где-то... Ну, что-то такое курьёзное, забавное, так сказать... Экзотическое. Да, да, не более того. То есть как вот какой-то фактор в политике, так сказать, России не существует пока. И, собственно говоря, вот чуть-чуть, так сказать, забегая немножко вперёд, собственно говоря, Полтава вот стала, конечно, таким рубежом. Вот. Но тоже ещё прошло довольно много лет, прежде чем Россия действительно стала, так сказать, вот участником, так сказать, того, что называется международными отношениями. Полтавская битва – крупнейшее сражение Северной войны между войсками Царства Русского под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Битва состоялась утром 8 июля 1709 года в шести верстах от города Полтава в Малороссии. Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. По официальной версии, шведы потеряли свыше 9 тысяч человек убитыми и свыше 18 тысяч пленными, а также орудия и обоз. Потери русских – 1345 человек убитых и 3290 раненых. Петр-то как раз ощущал, что вот все то, что... Ну, он старался, так сказать, союзников все время на разных этапах войны, так сказать, привлекать, без, в общем, особо большого успеха. Но так или иначе, он-то вот ощущал, что вот как-то нужно как-то вот это вот согласовывать, так сказать, вовлекать это вот и так далее. Но Россию, конечно, особенно в самом начале войны, да и уж когда последовало поражение под Нарвой, это только доказало европейским державам, что Россия – это не игрок. Тут же помимо, собственно говоря, войны, надо было создавать, собственно, одна из реформ Петра, которые почему-то не пишут в учебниках, это же создание современной дипломатической службы. Вот, собственно, той, которая у нас существует по сей день. Ведь что, собственно, такое дипломатия для России 17 века? Это когда прилучается необходимость едет посольство в какую-то страну. Вот оно приезжает, допустим, проводит с вами переговоры какие-то, после чего оно возвращается, и следующее посольство, может, через 10, через 20 лет оказаться. И Петру пришлось всю эту систему принципиально менять. Соответственно, именно при Петре I появляются посольства в современном смысле этого слова, как резиденции, посла, где работает группа людей со своими обязанностями, загнимающие своим делом, где каждую неделю, по фондам архивным это хорошо заметно, каждую неделю случилось, не случилось что-то, посол обязан отправить реляцию в коллегию иностранных дел, что происходит за неделю. То есть изменился принципиально качественно, изменился поток информации, который пошел. Появились консульства, ну, они слабенькие, естественно, были там, но не впервые. Вот консульство из клубы тоже появляется при Петре. Появляются дворяне посольства, то есть люди, которые, и там студенты такие, которые обучаются, скажем так, вот видению, опыту, видению этих дел. И в результате, во-первых, изменилась скорость, еще вот, тем более, появился Петербург, можно было почту отправлять теперь в море. И если, допустим, в 17 веке из Парижа информация шла, ну, порядка трех месяцев до Москвы, да, в 18 веке месяц, то есть вот так, да, может быть, даже быстрее. Приходилось набирать посла в качестве дипломатических представителей иностранцев, которые... кто-то был просто не очень компетентен, кто-то, собственно, и не собирал, что называется, там, ну, стараться ради России, для него это, скорее, такой почетная и престижная должность. Приходилось вот тем самым людям, которых посылали в качестве послов, ну, вот как Андрею Матвееву, знаменитому, да, сыну боярина и будущему послу, там, в Англии, в Гааге, Борису Ивановичу Куракину, родственнику самого Петра I, вот им приходилось осваивать опыт такого вот общения профессионального, непрофессионального, когда одновременно надо было налаживать какие-то связи торговые, экономические, одновременно надо было бороться, скажем, с той информацией, которую распространяет Швеция о России, надо же было вот пропагандировать Россию. Всему этому надо было учиться. То есть была колоссальная такая реформа, если хотите, да. И в итоге удалось создать службу дипломатическую достаточно эффективно. Я бы добавил к этому, во-первых, что вот вообще это принципиально, конечно, имело значение, не только с точки зрения, так сказать, вот получения информации, там, общения вообще, так сказать, с другими державами, участия в международной политике и так далее. Здесь был еще один аспект, связанный с тем, что вообще 18-е столетие не только в России, но и в Европе, это вот время, когда дипломатия, это расцвет, так сказать, дипломатии, дипломатического искусства. Когда дипломатия, как такая игра, построенная, основанная в значительной степени на интригах, на вот таких тонких ведения, таких тонких переговоров, на подкупе, кого нужно, когда нужно, так сказать, и так далее. Вот это время расцвета дипломатии в этом смысле. И время становления и европейской дипломатии в том числе, хотя, конечно, в Европе вот эти постоянные посольства существовали задолго до этого. И поэтому в этом смысле вот то, что сделал Петр, было чрезвычайно важно для России, потому что если мы представим себе, что вот Петр не начал бы эту работу, то Россия, ну, рано или поздно, это все равно бы случилось. Ну, вот была бы сильная задержка, и вот полноценно Россия, конечно, не смогла бы участвовать в международных отношениях. И опять же мы видим, что Петр сам лично, вот, конечно, непосредственно принимает участие вот в этой работе, потому что мы видим его инструкции, которые он пишет послам в разных странах, очень подробные, детальные о том, вот что именно вот здесь вот надо выяснить, вот какая расстановка политических сил внутри двора, а вот кто там самый важный при этом дворе, а вот какие между ними отношения и так далее, а вот а с кем они дружат, а с кем они не дружат. А вот это все Петр прописывает сам, так сказать, лично. Насколько экономика была и ситуация в России была готова к этой войне? То есть Петр ломал с какой силой? Ну, говорить, как бы ломал, вот, допустим, говорить, это применительно к Сталину в 30-х годах, это было корректно, да, вот все-таки, так сказать, произошло качественное изменение деревни, да. В данном случае это будет, видимо, не вполне корректно, потому что, допустим, мужик как жил в деревне и работал, так он, вот эти миллионы крестьян, так они остались на том же месте, в том же самом статусе, положении. В этом смысле никакой ломки-то не было. Если бы мы спросили какого-нибудь крестьянина Петровской эпохи, что вы нам расскажете о Петровских реформах, скорее всего, он просто ничего бы не сказал. Сказал бы, что денег стали больше брать. Вот. Вот это единственное, что он, наверное, мог сказать. И рекру, и мужиков стали молодых забирать, да. Больше он бы ничего сказать не мог. Для него, в общем, принципиально менялось что. Единственное, что, конечно, сразу это... Здесь споров нет в науке по поводу того, что, конечно, резко увеличилось бремя налоговое. Вопрос, на сколько увеличилось. Вот это вопрос дискуссионный. Потому что старую систему налогов перевести в новую, Петровскую систему налогов, достаточно сложно. Вот. Это, во-первых. А во-вторых, вот первые годы Северной войны, это огромное количество всяких чрезвычайных сборов, да. Там, на городогунских лошадей. Вот. Вот появление этих рекрутских наборов, которые как-то в деньги перевести сложно. Это, кстати, попытаются сделать потом. Будет любопытно. Но тогда еще, естественно, этого никто не делал. Отсюда, значит, там, за что только налоговое... Ну, как написано в любом учебнике, была даже должность такая прибыльщик. Человек должен был выдумывать новые налоги. Работа была такая при Петре Первом. Вот. Поэтому захотели мыться в бане – налог с бани, да. Захотели похоронить папеньку в гробу – значит, налог с гроба. Вот. Где-то был вот даже налог, то есть то, что он был, точно, но я не могу сказать, вот насколько он серьезно, долго ли он действует, то, что он был, это точно, это налог на серые глаза. Ну, то есть вот надо было что-то обложить, вот что можно было окладывать, то это именно первые годы Северной войны. Потом это начнется упорядочиваться, потом появится подушная система, а мы будем спорить на том, насколько она, так сказать, увеличилась, насколько не увеличилась. Но вначале – это резкий рост, конечно. И сразу стали брать мужиков. И поскольку, естественно, государство к этому было не готово, ведь что значит рекрута? Вот взяли мужика из деревни, его надо одеть, его надо накормить, его надо перегнать за тысячу километров куда-то, его надо обучить. Естественно, никто к этому не готов. Отсюда резкий рост дезертирства и преступности. Собственно, кто бы у нас преступники в Петровскую эпоху? Под дезертир, солдаты, которые бегут со службы. Иногда из партий таких рекрутских две трети бежало по дороге. Назад они не возвращались, их накажут, естественно. Поэтому они уходили в лес и, естественно, грабили все, что движется. То есть, в общем, это было, конечно, очень тяжело. С 1699 года сносящих в бороду мужчин взималась особая пошлина. Уплотившим ее выдавалось специальное отчеканенное боно – бородовый знак. Лишь представителям духовного сословия было разрешено ношение бороды бесплатно. Крестьяне должны были платить налог и приобретать бородовый знак всякий раз при въезде в город. Сам Петр лично даровал привилегию беспошлиного ношения бороды только трем людям в российском государстве. Московскому губернатору Тихону Стрешневу, в силу хорошего отношения со стороны царя, боярину Черкасскому, из уважения к его преклонным годам, и патриарху Адриану, в силу его сана. До начала войны, когда Петр формирует армию, то туда объявляется, что желающие, пожалуйста, можно поступить на военную службу. И принимаются, в частности, холопы. Опять же не добавляет. Потому что, естественно, мужик может просто убежать, его возьмут в армию. Естественно, мужика будут по дороге ловить. Да, да, да. А у Алексея Толстого это описано. Да, мужики. То есть поначалу Петр объявляет, что все желающие, тогда появляются помещичьи и крестьяне, которые желают от помещика убежать. Значит, появляются новые указы о том, что нет, на помещиках крестьян это не распространяется. То есть они, конечно, могут вступить в армию, но только с разрешения помещика. Но какой же помещик, так сказать, отпустит своих крестьян? А вот холопов, холопов, да, пожалуйста, государство начинает, так сказать, это одна из таких реформ, в общем, Петровских, он вообще уничтожается, институт холопства. И потом последний, так сказать, гвоздь в его гроб будет забит, когда будет уже вот податная реформа осуществляться, и, так сказать, как социальная категория вообще холопы исчезнут. Но вот уже сейчас в армию, пожалуйста, холопы забираются. Тем самым государство как бы демонстрирует, что сам институт холопства, он, оно государство, не считает, так сказать, вполне легитимным, что ли, вот эту власть хозяина над холопом, оно не считает вполне легитимным. Но вот так вот это формируется. А когда потом начнутся рекрутские наборы, и община крестьянская, да, будет, так сказать, ответственна за поставку этих рекрут, или город будет ответственен за поставку из городской среды, из горожан, то, ну, кого они будут посылать-то в армию? Они кого заинтересуют? Во-первых, значит, бедных, бедных самых, потому что община еще несет ответственность налоговую, коллективную за оплату налогов. Значит, поэтому там происходит раскладка налогов между членами общины. Естественно, богатого невыгодно, да, отправить в армию, значит, самых бедных. Отправляют сирот, молодых, вот, беднейших. Местных хулиганов. Местных хулиганов, пьяниц, так сказать, и так далее. Вот из кого формируется, по сути дела, армия. Стараются еще и каких-нибудь больных и увечных, но тут государство старается их вернуть, заменить, значит, все-таки здоровыми. Вот. Так что вот это вот такое вот... Да, и поначалу еще, когда только введут рекрутские наборы, то, скажем, горожане, они будут покупать рекрут вместо себя. Вот это, кстати, возможность посчитать, сколько это стоило. Они у помещиков, горожане... Вот очень интересно. Горожане у помещиков покупают крепостного крестьянина и посылают его в качестве рекрута в армию вместо себя. Если уж мы заговорили о рекрутских наборах, значит, к концу Петровского царствования это, значит, порядка 280 тысяч. Причем эти 280 тысяч молодых парней, они обратно не вернулись. Все. То есть большинство из них погибло, естественно. Причем не в боевых действиях, потому что в войнах 18 века там три четверти потерь – это небоевые. Это болезни и тому подобные вещи. В этот период времени, с одной стороны, идет формирование новых полков. Это тяжелая такая, тяжкая работа. Потому что нет обычных, когда нужно два-три полка солдатских, как это было в веке в 17-м, когда начинали формироваться. Это одно. Когда ты создаешь массовую армию, нужны кадры соответствующие. Откуда их взять? В массовом количестве. Все это очень тяжело идет, естественно. Поэтому мы как-то себе на картинках представляем Петровскую армию. Она была ведь не такой. То есть части были совершенно не в одинаковых мундирах. Там вообще мундиров не было. Вот тех самых, которых мы на картинках видим, это все потом появится. Но тут преображаются скорее. Ну, гвардия – это особая часть. Вообще отдельный разговор. Тогда этого просто не было. Обучали кто как умеет, естественно. Где-то лучше. И части выходили достаточно боевые. Где-то хуже. Где-то надо было просто доказывать, что вы, ребята, можете сражаться со шведами. Вот у нас, к сожалению, нет писем и дневников, которые бы рассказывают в шведской армии, допустим, они же, так сказать, корпус документов. Там дневники шведов, воевавших в России. Ну, вот. Там масса любопытных вещей. У нас подобного корпуса документов просто нет. Не так давно, собственно, вот попался один такой дневник. Причем это человек не совсем русский. Он смоленский шляхтич. Там немножко другая культура, мемуарная была. И вот этот смоленский шляхтич, драгунский капитан, он рассказывает, что вот он боевой офицер, который был в целом ряде сражений. И вот человек рассказывает, что наши боятся воевать. И вот что делают? Это 1708 год. Вот как раз когда армия Карла XII движется уже, так сказать, для решительного столкновения с Россией. С Петровской армией. Берут шведов пленных и перед строем заставляют их биться, показывая, как ты умеешь драться. Все смотрят, учатся. Вот два шведа дерутся. Ну, как гладиаторы. Вот так обучили. Проходят несколько лет, и они выучиваются. Они выучиваются держать строй, потому что одно дело напасть по-татарски, да, вот налетел конница, да, там порубились, кавалерийский бой с Каратечной. Порубились пять минут и побежали в рассыпную. Но шведы так не воюют. Они воюют, вот, так сказать, идет вот только шведский эскадрон. Нога к ноге, стремя к стремени. Никто ни вперед, ни назад. То есть в ряды врубается такая колонна. Кто не успел, все, там, то есть они просто сметают с поля противника. А она же так не умеет. Вот, значит, надо учиться вот такому конному устрою. Вот надо учиться так идти в атаку, да. Или всем остановиться и выстрелить одновременно. Потом опять поскакать. Вот, всему приходилось учиться. Это было очень тяжело. Ну, и все-таки, конечно, боевой опыт приобретается с годами, потому что вот этот уход Карла XII в Польшу после Нарвы, в сущности, ну, это была вот такая роковая ошибка. Карла. Карла. Потому что он действительно считал, что Петр не соперник. Он всегда с ним, так сказать, разберется, когда время придет. А там вот действительно реальный соперник Август. Вот это реальная опасность. И ведь после Нарвы известно, что шведы отчеканили медаль, на которой был изображен Петр, который бежит из-под Нарвы, теряя на ходу шапку. И на медали, ну, по-шведски, ну, была, так сказать, евангельская надпись, которая по-русски звучит «Исшедвон, плакайся горько». Вот такая медаль была. Поэтому он и ушел. А Петр тут же вот начинает, сначала он укрепляет, что Петр делает сразу после Нарвы, сначала вот он укрепляет ближайшие города, потому что еще непонятно, куда эта шведская армия двинется. Начинается формирование армии. Скорее, так сказать, ее артиллерия же была под Нарвой еще, к тому же, потеряна. Вот что нужно было восполнить. Вот тогда вот возникает вот эта вот, так сказать, до сих пор мы не знаем, так сказать, эта легенда, но, по-видимому, все-таки так оно и было, что колокола стали снимать с церквей, переливать на пушки. Вот. И, ну, одновременно с этим уже вскоре после этого, когда Карл уходит в Польшу, Петр двигает свои войска в Прибалтику и начинает эту Прибалтику разорять. Да, и откуда Усть-Идневы-то появляется в 1703 году, и Петербург возникает? Именно потому, что вот, воспользовавшись тем, что армия ушла, там отдельные крепости, так сказать, с небольшими гарнизонами, и вот эта русская армия под командованием Бориса Петровича Шереметьева разоряет Прибалтику. Борис Петрович Шереметьев, граф, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I, с 1681 года воевода, участвовал в крымских походах. Во время азовских походов командовал армией, действовавший на Днепре против крымских татар. Во время Северной войны командовал войсками в Прибалтике, на Украине и в Померании. Был главнокомандующий армией в Полтавском сражении. Во время прудского похода 1711 года подглавлял главные силы русской армии. Скончался в Петербурге в 1719 году. Еще никто не знает, ни Петр, никто еще не может себе представить, что эта Прибалтика станет частью Российской империи. Это пока что еще просто вражеская земля, которая как бы в тылу вот этой вот ушедшей в Польшу шведской армии, и поэтому ее просто, эту землю надо разорить по возможности. К тому же ее по договору надо отдать. Да, по договору ее надо Августу вообще отдать. Потому что по соглашениям по коалиции предполагалось, что эти земли отойдут к Августу. Так что еще никто на них не смотрел, как на какую-то будущую территорию. Ну и вот Карл Луиш ходит в Польшу, затем он все-таки заключает в 6-м году мир, мирный договор, после поражения там, ряда поражений в СССР. И начинается второй этап, реальный этап уже войны. Насколько опасен он был для России по сравнению с Первым? Он был колоссально опасен. Он был колоссально опасен. Об этом, например, свидетельствует эпизод еще 1707 года, когда возникает опасность, и страшная, так сказать, опасность, воспринимаемая как страшная опасность, что Карл пойдет на Москву. И Петр предпринимает титанические, можно сказать, усилия по укреплению Москвы. Но если мы с вами посмотрим на карту, мы с вами увидим, что все-таки расстояние между Польшей, где находилась шведская армия, и Москвой достаточно большое. То есть, иначе говоря, Петр вполне представлял себе, что вот шведская армия это расстояние покроет, покроет за, так сказать, относительно небольшое время, и вполне вот может напасть на Москву. И Петр занимается укреплением Москвы, и огромная переписка с этим связанная, он посылает, так сказать, своих эмиссаров туда, и там происходит такой занятный эпизод, потому что в Москве находятся шведские пленные. какое-то количество шведских пленных, и среди прочего там находится шведский резидент, которого интернировали, когда началась война. Шведы интернировали русского резидента в Стокгольме, значит, в Москве задержали Книперкрона шведского резидента. И Петр пишет, что этого шведского резидента нужно выслать из Москвы, и хорошо бы его обменять. А уже после этого начинать укрепление Москвы, то есть, чтобы этот швед, значит, не видел, что Москву укрепляют. А поскольку он одновременно дает приказания нескольким людям, то там происходит какая-то несогласованность. И в результате они этого самого Книперкрона не выслали, а Москву начали укреплять. Петр жутко гневается. Он пишет ужасно, значит, сердитые письма, там, Мусину Пушкину пишет, что ты скота глупее, он пишет. Вот. Я тебе писал, там, значит, давал просто, ну, вот, ужас. В результате этого бедного Книперкрона вместо того, чтобы его обменять и отправить в Стокгольм, его отправляют в Сибирь вместе с семейством. Вот. Ну, но во всяком случае, вот это реальная опасность. Это серьёзная, воспринимаемая как очень серьёзная опасность. И, конечно, так сказать, одно дело было воевать вот с этими крепостями в Прибалтике, одно дело было воевать с какими-то разрозненными шведскими отрядами, и совсем другое ощущение, когда вот эта шведская армия, от которой уже один раз потерпели такое серьёзное поражение, двигается на Россию. Пётр не даёт сражения. Собственно, на этом была построена вся тактика – не давать сражения. Он не уверен в своих войсках. Отсюда та тактика, которая была принята на военном совете в Жолкове вот в 1707 году, то есть томить неприятеля голодом, разорять, хлеб сжечь, дома сжечь, хлеб вывозить, значит, если не вывезли, сжигать, да, чтобы неприятелю ничего не досталось. И это вот, в общем, такая вещь вполне удачная, потому что всё-таки вот российский и европейский театр военных действий серьёзно различаются, потому что в Европе густая сеть дорог, города, масса селений, так сказать, ну, население воспринимает, так сказать, война – это королевское дело, население в нём всё-таки, как правило, не участвует. Ну, приходят одни, чего-то берут. Ну, естественно, корову твою могут взять, вино твоё выпить, это понятно. Но при этом, в общем-то, иногда за вино и корову платят, причём наличными. Иногда дают расписки. Но никто никого не уничтожает, потому что сегодня эта территория, допустим, австрийского императора, завтра она будет французского короля. И уничтожать никакого смысла абсолютно нет. Никто так не воюет. Мы вышли, вот здесь у нас городок, здесь, значит, там разные австерии, кабаки, девочки, рынки. Мы пришли, сделали переход, пришли в такой же городок, опять же, там всё то же самое. Но в России ничего подобного нет. Ну, тут надо только всё-таки уточнить, что пока ещё речь идёт не столько даже о России в большей степени. Ну, сначала о России, а потом уже Украина. Но вот эта вот тактика выжженной земли, ну, конечно, так сказать, с точки зрения шведов, это был вот какой-то такой варварский способ ведения войны, безусловно. Вот эта тактика оказывается достаточно эффективной, потому что есть нечего. То есть для населения это часто трагедия, потому что вот тот же самый капитан, о котором я говорил, Смолянский, он пишет, что мы устраиваем засеки на дороге, мужики эти засеки тут же растаскивают на дрова. Мужиков вешают, естественно, на это дал. У драгун падают лошади, значит, лошадей берут у крестьян. Это лето, разгар полевых работ. Мужики сопротивляются, мужиков тут же вешают. Своих мужиков, родных, смолянских, не шведских. Здесь все очень тяжело, на самом деле. Это мы так говорим, вот эта тактика выжженной земли, на самом деле это очень тяжело для населения. Но это эффективно, есть нечего. После Могилева, где был последний большой запас продуктов, кстати, Петр приказал Могилев сжечь. После этого Могилев был сожжен. Шведам нечего есть. И Карл XII не может маршировать на Москву, потому что кормить армию на марше – это серьезная работа. Собственно, это вообще большая проблема для любой армии XVIII века. А есть то что. Это изматывала армия, это вело к болезням, это вело к дезертирству. Еще фураж для лошадей. Еще, конечно, фураж для лошадей. И это, конечно, одна из причин, которые сделала возможным и победу под Полтовой. Насколько важно подпереть было Швецию ресурсами Украины? В первую очередь, то, что мы только что говорили, это продовольствие, это фураж за те ресурсы, которые смогут дать Карлу возможность полиактивно вести боевые действия против Петра. И здесь позиция Мазепы. Вроде, с одной стороны, он присягнул до того на верность Петру, а тут ведутся тайные переговоры. Ну, это совершенно отдельная тема. Здесь, конечно, что? Ну, сразу надо сказать, что Карл, конечно, не собирался на Украину. Задача-то была совсем другая. Он собирался пройти победным маршем, разгромить армию. И, по-моему, если я не ошибаюсь, значит, соответственно, Россия надлежала поделить на княжество, корону отдать Собесскому, одному из польских знатных фамилий. Вот, собственно, была задача стратегическая. Украина здесь как бы была вообще ни при чем. Другое дело, что вот тогда, летом и в сентябре, в августе-сентябре 1708 года стала проблема. До Москвы никак. Что боялся Петр? Петр ведь боялся совсем другого. Даже не столько Москвы. Вот если бы Карл пошел на Петербург, там оперативная база, там Прибалтика, шведская. Ее, конечно, разоряли, там захватывали, но это шведская территория. Гораздо более населенная, гораздо более обжитая. То есть есть развернуться. Это не леса и болота. Если бы Карл пришел туда с армией в 1708 году, опять ситуация могла принципиально бы измениться. Но Карл хотел как скорее. Видимо, он считал, что так будет скорее. Получилось хуже. И вот тогда, в сентябре, к этому никто не был готов, естественно. И оставалось для него, собственно, куда. Либо пробиваться на север, имея уже голодную армию, либо идти на Украину, где есть вот этот Мазепа. Иван Мазепа, гетман Левобережной Украины с 1687 года. Один из крупнейших помещиков Украины. Сторонник выхода Украины из состава России. С этой целью вел тайные переговоры с польским королем Станиславом Лещинским, а затем со шведским королем Карлом XII. На его сторону открыто перешел, вместе с вооруженными отрядами казаков, в октябре 1708 года. После поражения шведов в Полтаве, Мазепа вместе с Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры, где и умер. Для Мазепы настала такая ситуация очень неприятная, когда, с одной стороны, Карл поворачивает с севера на юг, то есть, вот, в основном направлении московского на Украину, а Петр, естественно, командует Мазепе делать то же самое, что делали на Смоленщине. То есть, томить неприятеля, разорять собственные города, когда Мазепа попадает в страшную ситуацию, естественно. И он к ней не был готов, я должен вам сказать. Я бы, наверное, считал, что нужно сказать так, что, знаете, нужно разделить две вещи. Мазепа предал Петра. Это, как бы, исторический факт, с которым, я думаю, никто не спорит, и иначе, так сказать, выразить его какими-то другими словами невозможно. Почему это произошло? Воспринимал ли сам Мазепа это вот как некое предательство и так далее? И здесь, конечно, ну, невозможно не обратиться к более раннему времени. И все-таки, понимаете, когда мы, скажем, вот люди нашего с вами поколения, когда мы учились в советской школе и читали про воссоединение Украины с Россией в 1654 году, так вот это слово «воссоединение», оно, конечно, к тому, что произошло в 1654 году, в общем, никакого отношения, так сказать, не имело, не имеет, потому что, ну, согласно тем соглашениям, которые тогда были достигнуты, Украина не стала частью русского государства. Она вошла под, так сказать, руку, державную руку московского царя, ну, имея вот некий особый совершенно автономный статус. Там не действовали русские законы, там было совершенно другое административное отделение. Не брали налогов. Не брали налогов русских и так далее. То есть вот всех признаков, так сказать, вот этого русской власти там не было. Но с этого момента, с 1654 года, Москва, естественно, была заинтересована, чтобы постепенно-таки сделать эту территорию частью своей державы, полноценной частью своей державы. И на это, надо сказать, ушло очень много времени. Вплоть до... Столетие ушло. Столетие ушло, потому что в 64-м году Екатерина Вторая напишет в инструкции губернатору, назначаемому ею губернатору на Украину, она будет писать, что вот Украина – это вот как бы такой чужеродный элемент в империи, от которого никакого толку, пользы никакой митрополии не получает, и надо бы вот это положение исправить. Понимаете? И все гетманы, которые приходят на смену Богдану Хмельницкому, они все так или иначе воюют с Россией. Они все ведут переговоры то с поляками, то с турками, то вот... И Петр впоследствии скажет, что все украинские гетманы – воры и разбойники. И единственный гетман, который вот был верен, это был Иван Степанович Мазепа, который долго на протяжении длительного времени был верен, который приводил свои полки, когда царь его просил, приводил их под Азов. Сейчас вот в современной Украине, например, в качестве такого вот прегрешения, одного из прегрешений царя Петра, так сказать, говорят, любят очень говорить о том, что вот при строительстве Петербурга погибло 6 тысяч украинских казаков. Откуда они там взялись, эти казаки? Их привел Мазепа туда, отправил, вернее, Мазепа туда, их отправил на петербургские стройки. В сущности, Мазепа, вот он оказывается между, так сказать, двух огней, даже там не двух, а трех, потому что вот Петр, вот Карл, вот свои казаки. И еще один фактор, видимо, который сыграл свою роль, был связан с некоторыми такими личными моментами. И считается, ну, это, так сказать, требует, наверное, проверки какой-то, которая довольно сложна, потому что в документах это, естественно, не отражено, но считается, что свою роль сыграли взаимоотношения с Мазепа, с Александром Даниловичем Меншиковым, который, ну, Мазепа считал себя как бы владетельным лицом, так сказать, человеком, который вот управляет Украиной. Вельможей, да. Вельможей, которых, так сказать, не просто вельможей, понимаете, вот Меншиков тоже вельможа, но он подчиненный царю. А вот Мазепа себя ощущал вассалом русского царя, то есть вот как бы, ну, герцогом, скажем так. Самостийный. Да, самостийный. А Меншиков вот не оказывал ему должного почтения, и ходили слухи, которые, по всей видимости, дошли до Мазепы, что Меншиков не прочь получить гетманскую булаву. Северная война, как мы уже сразу сказали, очень сложная тема, и в ней много-много белых пятен, которых надо для нашей публики так немножко осветить. Поэтому сегодняшний разговор позвольте подвести даже не к черте, а к такому паузе. На подходе к полтавской теме мы прерываем сегодня наш разговор. Я благодарю наших гостей за сегодняшнюю беседу, как всегда, содержательную. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся с тем, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин